Ну что ж, мы с вами в грудной клетке, вместе с профессором Рюкетом. Я работала, он отвечает за работу на грудной клетке в нашем отделении. Я работала с разными злокачественными образованиями, мы вместе работали, и я горда тем, что теперь могу представить вам результаты. Давайте начнем с обзора. Конечно, это достаточно редкий вид рака, 2% рака груди чаще встречается у мужчин. И в Европе Всемирная организация здравоохранения оценивает эту болезнь как имеющую отношение к Азбесту, экспозиции Азбеста. И примерно 92 250 смертей в год происходят во всем мире от этой болезни. Это достаточно латентная болезнь, развивается 20-25 лет, и в Германии большинство пациентов пришло с мезотелиомой. Переходят к нам в клинике в Европе, в Франции, в Великобритании, в Нидерландах. Примерно 2-3-4 человека на 100 тысяч. То есть достаточно редкое заболевание. Что касается патологии, это гетерогенная группа рака. Нам нужно знать об инвазии в ткань, проникновении, поэтому нужно понять, имеет это место быть или нет. А также нам нужно получить информацию о ЭЧСИ, поскольку это требуется для первичной диагностики злокачественного характера мезотелиомы. Плевры и нужно провести эту операцию дважды. Маркеры мезотелиальности и на предмет того, может ли это быть аденокарцинома или нет. И в данный момент, ну не в данный момент, а в настоящее время у нас есть три основных подтипа. Мезотелиумы, эпотелиальный, бифазный, саркоматойный. Это может встречаться и в плевре, и в брюшной полости. Достаточно неприятные прогнозы могут быть относительно вот этих типов. Итак, что касается грудной клетки, нужно прежде всего узнать историю пациента. Нужно задать пациенту вопрос, была ли какая-то экспозиция асбеста. И, конечно, нужно КТ, МРТ сделать. Что касается КТ-ПЭТ, сейчас ведутся обсуждения, требуется это или нет. А также нужна тароскопия с видео для того, чтобы сделать биопсию. И я хотел бы подчеркнуть то, что если вы проводите биопсию любого типа и думаете, что это мезотелиома, Пожалуйста, подумайте о том, что вам придется сделать, если вы будете выполнять открытую операцию после химиотерапии. Вот карандашом, вот так можете работать. Вот это шрам, с которым я буду работать дальше, хирургически или нет. Очень просто. Работать, если высокая степень имплантации клеток рака. Здесь делаете пункцию, и вы удаляете, собственно, все ребро. Это для пациента не очень хорошо. И можете эвакуировать плевральную жидкость, какие-то метастазы, и, возможно, маркеры будете использовать, но они не очень помогают, потому что они не специфичны, и мы их не используем. Есть система стадирования плевральной мезотелиомы. Это первичный рак разных типов. И здесь у нас очень хороший прогноз. Это легко убирается с помощью плюрактомии. И здесь болезнь идет вверх, в медиастенум, а может в диафрагму подниматься, с метастазами в лимфоузлы. Вот здесь это видно. И даже несмотря на это, прогноз ухудшается. Мезотелиома у этого пациента, вот здесь лучший прогноз, а с этой стороны худший прогноз. И стадия ТМН, которую я только что продемонстрировала, не имеет такой прогностической ценности. Если вы знаете, что у вас третья стадия, это не демонстрирует вам, не показывает вам эффект. И даже несмотря на это, если вы смотрите на гистологию, вот эти три подтипа, в зависимости от стадии, не будет никаких существенных различий. Вы просто узнаете гистологический тип и просто думаете о том, какие у вас есть возможности в плане хирургии. И для плевральной мезотелиомы хорошо совмещать эти два метода. Если вы их совмещаете, вы получаете очень хорошую реакцию. Так что вот эта комбинация действительно эффективна с точки зрения результатов. А это уровень выживаемости. Он значительно выше, чем без перметрикс. И в данный момент комбинация показывает лучшие результаты для плевральной мезотелиомы. Комбинация этих методов. И, если обобщить, биварсизма, подперметриксид используются у этих пациентов и могут показать хорошие результаты. У нас есть и новые методы лечения для злокачественной плевральной мезотелиомы от антиангеногенотерапии, мутации. Секвенция следующих поколений. У нас есть клинические испытания по этим маршрутам. И есть новые препараты. Но очень хороший эффект показывает иммунотерапию мезотелиомы с помощью ПДЛ-1 антител. Результаты очень хорошие. И, конечно, есть еще направления, которые мы развиваем. Я думаю, это вопрос будущего. Но в данный момент нам, конечно, нельзя забывать о хирургии. Это очень важно, чтобы были хирургические операции у этих пациентов. И если вы для пациентов со злокачественной плевральной мезотелиомой проводите хирургическое вмешательство, результаты гораздо лучшие. потому что мы убираем вот эту нагрузку раковую. Нам тем не менее нужно в каждом случае взвешенно подходить и принимать решения обдуманные. Итак, какова наша стратегия относительно операции, оперативного вмешательства? Здесь есть разные возможности. экстра-плевральная пленоктомия. Здесь мы полностью вырезаем плевру и висцеральную плевру. вы все убираете. Ничего не остается. Но тем не менее, даже при такой операции А0 не достигается. А может быть расширенная плевректомия или диссекция или только плевректомия в некоторых случаях может выполняться. вот, что у нас сейчас есть в данный момент. Это 20 лет назад примерно такое происходило. Я выполняла и ПИПИ экстра-плюралплемонектами и на диафрагме и пациент выжил и даже жил один год на перикарде и диафрагме и пациент однако имел плохое качество жизни, ему было трудно подниматься по лестнице. В общем, ничего такого мы, конечно, предложить нашим пациентам не можем. Хорошего расширенной метод также возможен, но опять же оно не достигается в конце. Вы оставляете легкое внутри у пациентов есть больше возможностей и лучше качество жизни. Здесь вы просто проводите диссекцию в плевре, а это легкое вы также убираете плевру, иногда появляется фистула, свищ, но тем не менее он исчезает через 5-6 дней. Хотелось бы так думать, конечно, не у всех он исчезает. Есть и осложнения при этих операциях, и даже в литературе описаны эти случаи. Осложнения на мозг могут быть, на сердце, аритмия или инфаркт миокарда, эмболия, тромбоз вен, кровотечение, бронхоплевральный свищ и так далее. И вот результаты смертность достаточно высокая. Если вы сравните ее с другими методами, то вы увидите, что смертность увеличивается в 2 или в 3 раза по отношению к расширенной плеректомии и здесь вы видите смертность в послеоперационный период, в основном от сепсиса и чрезвычайная ситуация, когда нужно возвращать пациента в операционную. Если мы сравним расширенную плеректомию с просто плеректомией, вот видна статистика, это мультивариантный анализ, в настоящий момент расширенные хирургические вмешательства мезотелиомы, наверное, являются первым выбором среди методов, но тем не менее плеректомия и другие методы, химиотерапия также может быть хорошим вариантом для некоторых пациентов, и мы знаем, что гипотермия какое-то время назад давала очень хорошие результаты, об этом нам говорят исторические источники, что здесь вы видите, очень высокая температура, 42-41 градус, мы можем индуцировать тепловой шок, особенно если мы читаем наше лечение с химиотерапией, и здесь у нас нулевая концентрация сыворотки, это значит, что мы работаем локально и не измеряем на системном уровне. Итак, после расширенной плевректомии у нас доктор Бетцин используется 60 минут, температура срок 1,42 градуса, и вот что нам нужно сделать, нам нужно убрать шрам и установить дренаж, химиотерапия осуществляется таким образом, и все это происходит над ребрами, чтобы можно было закрыть это пространство, выводной поток, выходящий поток, и вот здесь 55% эпителиальный потип, рак, если если у вас дополнительно есть хит-хок, то результат лучше, а это эпителиальный рак, так, вот такие результаты вы можете получить, плевральная мезотелиома, выживаемость 30 месяцев, я считаю, что это хороший результат, и качество жизни неплохое, и вот выводы, последние 10 лет, я думаю, что для мезотелиома, для лечения мезотелиома не появилось никаких новых видов лечения, одни плохие результаты у нас были с нашими пациентами, и вот такие у нас стандарты лечения, платинум, периметриксет, бевосизумаб, являются стандартами, я думаю, что в будущем у нас появятся новые молекулярные механизмы, которые позволят нам определять новые фарматологические цели, я думаю, что сейчас ПД-1 антитела очень многообещающий метод, и я считаю, что экстраплюральная панектомия, плюректомия имеет достаточно высокий уровень смертности, но тем не менее ее легко осуществлять, вы оставляете медиостенум, вы не все удаляете, дополнительное лечение, если это целесообразно. Большое спасибо за внимание. спасибо огромное за представленную демонстрацию, я хотел задать вопрос, вот можно ли говорить, что плевректомия декортикация и противоставлять ее панплевропневмоноктомии, в одних случаях просто невозможно выполнить плевректомию декортикацию легкого, вы согласны с таким утверждением? Да. Встречали ли вы индуцированным мезотелиомом молодые люди, которые перенесли лучевую терапию после лечения лимфограммоматоза? У нас два из 18 пациентов молодые люди через 20 лет мезотелиома плевры. после лечения лимфограммоматоза, в том числе с лучевой терапией. Я такого не видела, но я согласна, что это возможно. Все возможно. Можно и молодых людей лечить, какие-то ангиопластические случаи могут проявиться и там. скажите, пожалуйста, а два доступа, две торакотомии вы не используете в случае выраженного вовлечения диафрагмы? Две торакотомии? Да. Да. Иногда это требуется, потому что вы знаете, что плевральная полость уходит иногда очень глубоко, и в этой ситуации вам просто нужно удалить опухоль, и это возможно, хотя требует времени, работа идет медленно, но из легкого вы сказали, что это может быть сложно, появляются свищи, иногда нужно взять скальпель и удалять опухоль, иногда требуется выполнять разрезы или лобоктомию, но я должна сказать по своему опыту, что расширенная плеректомия, если ее сравнить с пленомектомией, экстраплевральной резекцией, диафрагмы, это абсолютно разные виды постоперационных ситуаций, вы можете все вырезать, пациент будет находиться в плохом состоянии, и вот в этой послеоперационной ситуации надо будет как-то помогать пациенту, ему будет не так просто выздоравливать, и я думаю, что в этом случае, если вы можете медиану у вас 24 месяца или даже побольше, то уже неплохо, это из-за того, что изначально состояние пациента было неплохое, может быть он, его организм хорошо реагирует на лекарства, на химиотерапию, отмечается. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...